Привет, друг! Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их. Да. Надо мне представиться. Меня зовут Марк Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаюсь в своем пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Да. Это моя первая аудиокнига. Называется она «Беседы современной молодежи. Проверена на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Это сейчас я раз в месяц буду публиковать по одному рассказу. Это рассказ номер 25. Итак, Корпорейшн Букс Макс Презент. Аудиобук «Беседы современной молодежи». Рассказ номер 25. У меня появилась охуенная идея. Эврика! Итак, рассказ я перенесел 20-23 декабря 2013 года, когда доллар был по 8 гривен. Прекрасное было время. В качестве видеоряда смотри мое личное фото слайд-шоу. Чёрно-белая зима. Сделан этот фото слайд-шоу, так сказать, с этой зимой 2018 года. Итак, поехали. Привет! Привет! На манеже всё те же IP 146 074 25 IP 212 1 94 54. Внимание! А я деньги получил отсюда, и мне пофиг. Потому что не вложил ни копейки и хочешь 200 баксов в час. Регистрируй все ссылки под видео. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сегодня получил автоматический заработок на ПК. Супер-тема для студента. Бесплатная регистрация. Начни с нуля на автомате. Заставь свой ПК приносить 500 баксов в день. Рад, что вы добавились ко мне, друзья. И специально для моих друзей делают такие видео. Открытки видео. Письма на заказ. Сделаем с вашими логотипами ссылкой на ваш сайт, с вашим видео. Их можно выставлять во всех соцсетях своим друзьям и знакомым. Итак, о вас узнает СЕР. Доброго времени суток. Узнай секрет про рекламный ресурс. Как и где можно раскрутить любой бизнес-предсайт, партнерку, компанию на автомате. Где взять партнеров, клиентов, любой бизнес. Это инструмент тоже для вас. Где находятся сетевики, инвесторы и предприниматели более 12 тысяч человек. Это 100% целевой трафик для ваших компаний, проектовых услуг, сайтов и других бизнес-идей. Рестрация бесплатная. Более подробно здесь. Обращаться по скайпе в Волк24200. Вот, Саня, еще инфа. Как можно зарабатывать на своем сайте. Приветствую вас, Максим. Все очень просто. Если вы реально желаете элементарно заработать 10 тысяч гривен перед Новым годом, кликните по этой ссылке немедленно. В инструкции и примере там. Бинар Пилотс. Хе-хе-хе. Вот уже, блин, а я вот здесь, такое мое примечание. Хе-хе. Пришло время сделать себе новогодний подарок. Вам не подходит этот вид заработка. Если вы сами не имеете желания зарабатывать, вы не можете проводить в интернет не менее 60 минут в день, вы не имеете возможности пользоваться компьютером в нем 60 минут в день, забыли добавить. А может, не верю я тебе, блядь. Ну, что ты пизди, что тут, сука, блядь. 10 тысяч гривен, блядь, за две недели. Ага. Ищи лохо в другом месте. С уважением, Николай Клевцов. Вот еще просмотрели видео, вот это. Это как раз то, что надо. Еще ссылочка на Интуб. Вот еще. Мы получаем от каждого, неважно, кто его пригласил, из любого уровня тысяча и один. Сто процентов, регистрируй, ля-ля-ля-ля-ля. Много людей делят деньги в интернете, а мы зарабатываем интереснее. Ждем вас. Конференция в 12.15.17.20 по московскому, кроме воскресенья. Новости компании. Что мы планируем в 23.12.2013.17.30 по германскому времени, гибать тюга. Запустить свой собственный браузер, предоставить персональную электронную почту для участников. 05.01.2014.16.15 по германскому времени. Новый дизайн сайта. Новый дизайн бэк-офиса. Просмотры структуры участников команды. Социальный портал внутри бэк-офиса. Сайт-конструктор. Профессиональная и автоматическая раскрутка всех сайтов участников в поисковиках. Возможность привязать к системе любое доменное имя. Дополнительный доход рекламы. Пожелание с уважением Виктор. Скайп, Виктор 133. Только не понял про то, как деньги получать с сайта. Бред какой-то. Также может кто угодно с него получать деньги. Как доказать, что ты и я его хозяева и получать с него прибыль, а? Вот здесь такая реклама от гуру. Хе. Мне появилась охуенная идея типа такого. Сейчас письмо пришлю. Здравствуйте, Макс. Сегодня у меня для вас действительно очень важное письмо. Поэтому прошу вас прочесть его до конца. Я уже давно не радовал вас новыми обучающими курсами. Простите, немало событий произошло в моей жизни. Сейчас мы исправляем положение и готовим для вас новую серию видеокурсов. Но сегодня речь о другом. И это гораздо важнее как для меня, так и для вас. Только что стартовал самый мощный проект в сфере обучения, который изменит жизнь как у авторов обучающих курсов, так и у их учеников. Что он называется этот проект? Винерс Академия. Академия победителей. Для не знающих дам понять, что это Владимир Топкань. Бладкая водка. Когда-то. Тьфу. Хватит. Хе, чувак. Хорошо заработал на водке. Хе-хе. А теперь, блин, втюхивает инфу, блин, всякую ненужную, блядь, за кучу денег. Хе-хе-хе. Двой бизнес, блядь, мозги пудрит. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Так. Во-первых, он соберет в одном месте лучших авторов пустяшные. Неэффективные видеокурсы будут отцены, а сцены будут заметно ниже. Но теперь самое главное. Покупая обучающие курсы на сумму 700 рублей в месяц, вы можете получать реально большие комиссионные. Лично я планирую получать около 100 тысяч рублей в месяц. Как-то работает. Деньги, вырученные от продажи курсов, делятся в таких долях. 30% авторов курсов, 5% выбирает Академия, 15% налоги и прочие расходы, 50% возвращаются покупателям, ученикам в качестве комиссионных. Хе-хе-хе. Вот пиздёж, блядь, а. То есть, вместо того, чтобы тратить эти деньги на себя, свою раскрутку рекламу, они возвращаются 50% покупателям, а раскручивают их сами покупатели. Хе-хе. Но делятся эти деньги между учениками не в равных долях. Кто поделит прибыль 50%? Хе-хе-хе. Вот, вот где, видите, подводные камни. Для проекта разработана мощнейшая пятиуровневая партнёрская программа. Вы регистрируетесь в ней, получаете свою партнёрскую ссылку. Это дело одной-двух минут. Дальше вы просто предлагаете своим близким друзьям, знакомым тоже зарегистрироваться, только уже по вашей партнёрской ссылке. Они регистрируются и предлагают то же самое сделать своим знакомым. Итак, пять уровней. В результате вы набираете команду минимум 605 человек, и с них получаете бабло. Вы легко найдёте пять человек. Это ваш первый уровень. Если каждый из них добавить ещё троих и так далее, так ему ну надо бы у нас, блядь, менталитет дебильный. Это моё примечание. Хе-хе-хе. Короче, тут много чего. Тут, короче, ля-ля-ля-ля, звучит много воды. Короче, ну его нахуй. Ну-ка, чё ты понял, да, чём я, Саня? Да, живой, блядь. Нормально, да, прикольная тема. Ну, блин, надо подумать, подумать, подумать. Ты с этим разбирался? Ещё нет. Не до этого было, Максим. Ясно. Там я как-то разбирался в другом. Я посмотрел, но это не совсем понял, что к чему я-то. Не понял. Я не требую подтвердить, что сайт типа наш, да-да. Вот это как раз у меня и вызвало, как я докажу, что это моё. Как только они подтверждают, что сайт наш они делают и дают нам специальный код для сайта. Короче, они дают нам код, и его нужно вкинуть в корень сайта. А как доказать, что сайт наш? Когда мы кинули код в корень сайта, они смотрят его на сайте сами и дают замену уже личный код со скриптом. Ясно. Короче, там региться нужно и при регистрации указать свой сайт. Потом закинуть в корень файл с кодом, что они дадут. То есть они могут дать кому угодно код и будут смотреть, очутиться ли он в корне. Да. Прикольно, офигенно, бля. Чтобы в корень его закинуть, доступ у нас есть, потому как сайт наш. Ясно, ну я так и понимаю, а кто же ещё? Ну это разве что кто-то мог взломать тогда, и тогда может тоже в корень попасть. Да, правильно. Короче, нужно резиться и идти по всем условиям, что они дают. А как мы с тобой будем связанных физ-адресов туда писать? Как это? Код на двоих что ли? Хе-хе. Ну давай я завтра гляну всё это дело и то, что тебе расскажу. Может ещё сделаем парочку сайтов типа этого, чисто для прибыли. В общем, завтра попробуй заняться регистрацией. Я об этом думал. Чем больше, тем лучше сайтов. Да посмотрим, что к чему. Ну, добавил код. Посмотрим, как разрешать и вообще, что с этого получится. Хе-хе-хе. Ясно. И ещё вот что подумал. Когда мы сделаем ещё несколько сайтов, их же надо тоже размещать на платных хостингах. И, соответственно, нужно рассчитать, сколько денег тратится и сколько зарабатывается. Правильно? Тебе вчера писали на Хартауру? Я к тебе людей присылал. Саня, просмотри, последние три постава у меня не получается их удалить. Они давно как не актуальны. Вот, ссылка. Первый бум ком форум. Точнее, нижних. Про конец. Номер телефона и про Моторолу. Да, кстати, про новую почту. Пришёл, поставил точку на ды. Новая почта категорически мне отказала. Начальник СБ. Козёл, блядь. Даже нихуя сделать не может. Незнакомый сосед. Водитель. Короче, на новой почте крест. Всё, двигаюсь дальше. Я шансы все испробовал. Вроде сам понимаешь перспектива. И хорошая зарплата. Главное, стабильность компании. Это круто. Только пользоваться буду так же ей. Как переводчиком. Потому что укрепочта это говно. Да, укрепочта и новая почта всё это говно. Ну и почта я доволен. Я ей пользуюсь больше года. Другое дело, как там относятся к людям. Я сегодня честно посмотрел на людей, что там работает. И кто пришёл устраиваться. И мне перехотелось туда идти. Разве что сразу начальником над ними. Хе-хе-хе-хе. Ну, меня-то, братан, и ушло оттуда из-за этого. В МКС мне тоже первый год было не сладко. Второй получше. Третий так себе. Максим, я зарегился вчера. Зарегил на этот самый, как нам, на сайт AdWords. Сегодня вроде пришло подтверждение, что на днях заработает. Ура! Первый год не давали развиваться. Второй давали меньше работать и больше получать. Ну а третий уже не то. Корабль пошёл ко дну. СБМКС без чёрной. Ага. И что? Как теперь, бля? Короче, каша. Теперь ждать, когда объявы запустятся, и я подкорректирую его к дизайну. Ну и будем пытаться, чтоб капала денежка. Каждый день нам капает, на команды капает. Помнишь песню такую? Вот тебе ссылочка на ютуб. Посмотрим, как гугл платить будет. Хе-хе-хе-хе. Заработает. И как же делить будем? Я так понимаю, только один IP-адрес можно привязать к сайту, да? Делить нам пополам, конечно. Максим, душу. Да посмотрим. Главное было бы, что делить, а там уже будет видно. Хе-хе-хе-хе. Ясно. Ну, 50% на 50% правильно. Мы же с тобой партнеры и друзья. Они какие-то там долго не... Хе-хе-хе-хе. Потому как я почитал, некоторые пишут, что 520 зарабатывают, а некоторые, что и 5. Никак не зарабатывают. Все зависит от посещения и как кликают посетители. В общем, пока ждем-с. Посещений больше уже на нашем сайте пиаргум. И объявы дают. Не мешало бы уже кого нанимать, чтобы занимались этим всем и платить. Им как раз вот эти деньги можно будет вложить в дальнейшую раскрутку. Нанять людей, которые будут за деньги нам раскручивать сайт. А мы будем другими делами заниматься. Да нам хоть что-то получать уже с сайта. Это мы только вкладываем в него и вкладываем. Я по полдня трачу на приглашение на сайт, блин. Ладенько, Максим, я дальше буду читать об этом всем деле, чтобы дело не стояло. Сань, я с тобой не согласен. Что-то не годится. Надо его скручивать по правилам, чтобы прибыль приносил. Максим, ты не против, если я вообще отзывы на сайте отрублю? Отзывы это что, комменты что ли? Ага, их никто не пишет и от них толку нет. Или пакости на баллад пишут, лучше рекламой забьём, а? Не, не против, нахер они нужны. Всё, отключу сейчас. Чик! Я думаю, где там реклама будет, она должна быть на главной. Или всё время быть на виду, правильно? Я делаю в трёх местах рекламу, даже в четырёх. Только на объявах ещё не делаю. Короче, что я сделаю это делать? Чем больше, тем лучше. Правильно, чем больше, тем лучше. Вот и я про то же. Бабки нам нужны не кисло. А вдруг пойдёт всё, классно будет, а? Саня, слово есть, исключи своего словесного запаса. Я настаиваю. Чего? А вдруг тоже хуёвое слово. Хорошо. Вот, слово хорошо, то что надо. Верка Сидюшка, блядь, поёт. Хорошо, всё будет хорошо. Всё будет хорошо, я это знаю. Понял? Ха-ха-ха. Ладно, короче, говори всё в настоящем времени, и всё будет богато. Окей, Максим, кликни по одной рекламе, только один раз, больше не нужно. Дану статистику. Кликну, уже есть, ха-ха. Ну всё, больше не нужно. Это я не могу кликать, потому что зарегился я. А там, типа, раз резался, то кликать нельзя, а, забанят. А, ещё не видел, дай мне время. А то забанить могут. Мне нельзя, тебе можно. Да ты не можешь сдавать ссылки, и, блин, не помню, что-то ещё. В смысле? Вот тебе ссылочка на Ютуб. Вот тут чувак пишет, что к чему. А, ну, я гляну сейчас. Спасибо, спасибо. Я на главное есть. Да, на главное и на белого хостин, это не то. Там на белом фоне, или с типа картинками, или с синим фоном. Оранжевый. Кстати, это старый от AdSense. На видео, сейчас, там немного новый. Я тебе отправил видео. Посмотри, где тут что. Смотри, в объявлении с левой стороны, сразу под контактом, или ЛСС. Посмотри это, как видно. Мне на мониторе, а на главный хостинг, я под ним что-то, что это, такое вообще не понял. Сейчас пришлю, отправил тебе картинку, там, где от 105 гривен. Слева смотри, на картинке. Вот это первая реклама, оно и есть. И на самой странице, где конфеты, оптом, тоже оно и все, что ниже. Саня, посмотри, пожалуйста. Подолжите на 0848, да? Да, отправил видео 2 тебе. Вот видео, на вначале видео, на первой минуте и на второй минуте. Максим, не клался на рекламу больше. Да я не кликаю, это не наша реклама, что я тебе снял. Ну так это ихняя реклама такая, я понял. За то, что я поставил, не кликай. И у тебя тоже есть, да? Да. А как от нее избавиться в гугле, такого на ютубе я не нашел. Завтра лучше кликай, а то не успели поставить, нас тут же еще заболит. А почему? Да я вообще кликать не хотел, нахер оно мне нужно. Окей, короче, ты еще показывал, это 20 евриков. Ух ты, клево, это все, ты давай, давай. Пасть, 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 неплохо, пасть, 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 неплохо. Посмотрим, сколько у них. И у нас получится показов наклепать, и сколько получим. Так, это нам по 100, а у нас 1000 в месяц, по 100 гривен в месяц. Короче, посмотрим, как оно пойдет, это они тоже ушлые бывают. Вот тоже, блин. Вот, снова посмотрим, надо говорить и верить в то, что делаешь, Саня. Короче, ладно, погнал дальше, вмешать по зайту. Вот именно, и верь в то, что делаешь. Да верю, блин. А то пойдет, не пойдет, если бы кобыев, хе-хе-хе-хе. Пойдет, куда он и денется, все, не отвлекай. Похереть, я еще отвлекаю, хе. Да не, ну я в том, что просто в коде копаюсь. И каждый раз отвечать и со страницы на страницу бегать. Кстати, за месяц нас посетила пол-России и вся Украина. Просто хочется быстрее раскидать везде код. Чтобы оно уже работало на нас, нужно выйти на режим 100 евро на каждого в месяц. Тогда мы за посту сможем еще построить еще пару сайтов. Да, согласен, чтобы вообще не работали, эти сайты тогда будут работать на нас. Вот это жизнь, Саня. Да, а 100 евро в месяц это 1000 гривен. На 1000 гривен в месяц уже немалая помощь в бюджет. Да, согласен, работать надо так, чтобы не было обидно за бесцельно прожитые годы. Однозначно, короче, все это хуйня насчет 1000 показов и 20 евриков. То приблизительный, типа подсчет, доход за 1000 показов страницы, короче, все равно главное клики. Так что показы досраки. Хоть миллион посетителей, хоть миллиард будет и ни один не кликнет, хер, что заработаешь. Так и для этой рекламы посещаемость досраки. Тут главное, чтобы типа кликали на этот контент. За клики, так я такие говорю. Я думал, что они еще за посещение платят, а оно хер там. Только за то, что кликают. Вот суки, блин, а. Значит, надо их так размещать, чтобы как я, надоело. Кликнул, мешает, кликнул. Знаешь, есть такие сайты, заходишь туда, там, блин, выскакивает это объявление. Ну, правда, я оттуда всегда ухожу с тех сайтов дурацких. Раздражает. Хе-хе-хе. Ну, да, нам не годится, люди тоже будут отдажаться и вообще забьют на сайте, будут писать там на форуму всякую хуйню, типа, блядь, пиаргумбер, ближе, а, хо-то. Еще один задроченный сайт, там, где бы, навязывают рекламу. Короче, если за месяц нихуя не получится и народ кликать мало будет, то сами накликаем, так и сделаем, правильно? Да я же тебе о чем вроде о том и хотел сказать, а потом подумал, может, я не прав, а? Короче, я с ними разбираемся, пускай висит, а там будет видно, шо и как. Значит, надо подумать, как разместить эту рекламу так, чтобы не отпугивать людей, так, чтобы они на нее натыкались и кликали по ней, чтобы просмотреть у нас на сайте то, что им надо. Хе-хе-хе-хе. Да я и так растыхал, чтоб кликали побольше. Хе-хе-хе. Вот как не зайду в гугл, так постоянно кликаю по этой хуйне, она меня раздражает, пиздец. Ничего, я тоже чем-нибудь чуть позже придумаю. Да, не ты ее разместил, не в местах нажатия. Ну это сейчас нельзя, пускай чутко поработает. А надо как-то так, чтобы сквозь люди и кликали. Это они тоже из-за этого банить могут. Да не сразу. Бабки-то им тоже в лом платить. Хе-хе, суки, еще те. Кстати, такой хуйни на опере нет. А еще, когда сайт будет белым, то эта реклама будет незаметная. Еще один плюс белого фона, а? Да, реклама белого фона там потому, что она не медийная, а контекстная. Я поставил медийную и сайт куда красивее стал. Так она везде такая. Единственное, не могу как, блин, отключить рекламу от долбанного слондо. Это наши конкуренты, нахер мне их показывать, блядь. Ну да, они этот Титаник, а мы эта резиновая шлюпка. Может не стоит пока отключать, а? А нахер они нам нужны? На остальных досках такая же точная реклама, что поделаешь, таковы условия. Это ж бизнес-капиталист, блядь. Ну не знаю. Посмотри на это с другой стороны, не конкуренты, а паркнеры. Посмотри, вы поняли, что если паркнеры, то пусть и нашу рекламу ставят. Я спать. Сладких снов, Макс, давай-давай. Итак, друзья, слышал рассказ номер 25. До сентября я размещаю по одному рассказу в месяц. По субботам слушай мой новый рассказ. Желаю тебе успехов, Макс Сверхов. Пока-пока. Подписывайся на канал. Подписывайся на канал. Подписывайся на канал.